То есть правильная система, правильная работа организма называется истинный эгоизм. Тоже эгоизм, желание жить, но истинный, правильный. А есть ложный эгоизм, он основан на страхе, истинный эгоизм основан на любви. Допустим, человек боится, а вдруг я говорю, я желаю счастья, а вдруг они не поймут. Это ложный эгоизм. Когда у человека ложный эгоизм срабатывает, он становится замкнутым, зажатым, обесточенным. Да, у человека истинный эгоизм работает, он становится счастливым, наполненным. Ложный эгоизм означает желание счастья себе. Девушка замуж вышла и говорит, будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным. Она ему говорит и теряет отношение с ним. Почему? Потому что она счастье тянет себе. Если себе тянут счастье от человека, то тогда он против, он как бы начинает сопротивляться. А если ты отдаешь человеку счастье, то он становится благодарным, возвращает к тебе. Но понимаете, мы не можем жить без счастья. У женщины не может жить без ласки, внимания, заботы. Мужчина не может жить без одобрения. Жена согласна, молодец, хороший ты у меня. Вот, и он такой, сразу ему легче становится, когда он так себя ведет. Как был мультфильм, чив ли я, чив ли я. Чив означает начальник, по-английски. И это, воробей все время. Чив ли я, чив ли я и воробьиха. Чив, чив. Чив, ты чив. В конце кошку как бы побила воробьиха, а не воробьиха. Мы делим в этом. Ну, то есть, просто так надо вести себя с мужчиной, иначе он не будет вообще нормально жить. Потому что надо постоянно говорить, чив, 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 каждую секунду. Потому что он же должен быть лучшим, мужчина должен быть лучшим. А женщина должна быть самой красивой, поэтому каждая секунда говорит, да, ты самая лучшая, самая красивая. И очень так радостно, нежно себя женщина вести себя постоянно. А с мужчиной надо, да, да, молодец. Вот так вот надо стараться. Это называется истинное чувство собственного достоинства. Но когда женщина говорит, улыбайся мне, радуйся, мужчина говорит, соглашайся со мной. Вот, тогда это называется работа ложного чувства собственного достоинства. И она приводит к обесточиванию. Если человек на природу приезжает, начинает там все ломать, грибы собирать, крушить, то он истощается на природе, не наполняется. Потому что природа защищается от него. Или он к женщине подходит, начинает пытаться эксплуатировать ее тело, а она от него раз шарахается. Почему? Потому что неправильное поведение. И так ложное чувство собственного достоинства возникает от страха и как бы нехватки. Когда человека боль, человек боль испытывает. Голод, нехватка воздуха, нехватка счастья вызывает человека вспышку ложного достоинства. Говорит, меня никто не любит, никто не уважает. Поеду на болото, на нем все же бонят. Вот, понимаете? То есть, в это состояние в себе человек должен побеждать. Всегда время заставляет человека вести себя неправильно. Время так действует, оно заставляет человека через боль, человек чувствует боль, и он начинает скулить, думать о себе постоянно. Надо думать о других, чтобы наполниться. Человек начинает думать о себе. И в этот момент он должен заставить себя, если он больной, заставить себя любить природу, перестать бояться природы. Потому что больной человек, еще одна причина болезни, это страх перед природой. Человек боится солнца, боится воздуха свежего, он думает, что это его вызовет болезнь. Он боится земли, думает, простынет от нее. И так далее. Человек должен принять природу. Есть женский способ принять природу. Есть мужской.